Про лагерь мы узнали в храме Святой Татьяны, у меня ребенок ходил в воскресную, не, он не ходил в воскресную, он ходил в студии и там посоветовали. Первый раз, когда он поехал на пробную смену, на маленькую, он пришел, приехал и сказал, мне очень понравилось, но я больше туда не поеду, там очень тяжело бегать. А я говорю, слушай, а я же тебе купила на второй смену. Он такой, я не поеду. Мы его там уговаривали, что дед ему сказал, что ты научился преодолевать себя, это очень хорошо. Нет, там все хорошо, но я больше не поеду. Потом все-таки пришло время смены, он вроде собрался, выходит, и потом я к машине, а он в другую сторону. То есть не заехали мы в первый день, во второй день мы доехали до шлагбаума, а в третий день мы все-таки приехали. А что случилось у шлагбаума? Мы тоже к нему подошли, к шлагбауму, уже прямо на территорию лагеря. Потом он говорит, нет, все-таки у меня там будет очень тяжело. И сел в машину, и все, вези меня. Ну и как же получилось так, что все-таки он оказался в лагере? Вот, приехал, приехал взрослый дядя, сказал, Леш, надо обязательно туда ехать. А как он его замотивировал, что он такое хитрое сказал? Честно говоря, нет, просто волевым решением, садись в машину, поехали. А, поехали. Да, надо, просто надо, что, надо. Вот, и потом он, когда вернулся оттуда, сказал, спасибо вам большое, тебе и деде Жене. Я понял себя, я многое в себе обнаружил, там еще что-то. Ну, что он там то умеет, другое умеет, там, какие-то способности в себе обнаружил. Зимой он уже поехал безоковорочно. То есть он был у нас на зимой смене? А на эту летнюю смену он еще уговорил друга, и они вот едут уже вдвоем на вторую смену, на полную смену. И мама тоже, может быть, пробано? Да не надо ничего пробовать, сразу едьте, нормально. То есть вот так вот. И еще такой момент, я вот знаю, что пришлось там школу нам менять. И вот он в новой школе, ну, все равно уже там седьмой класс, как-то это отстраненный, так, со всеми вежливо, но не близко. И какие-то пришли к ним представители какой-то организации, и вот кто что умеет. Ну, он такой там, кто умеет из лука стрелять? Ну, такой, я. Кто на байдарке ездил? Я. А кто там кинжалами какие-то? Я. Я так на него, ты что, все умеешь? А калашом умеешь? Я умею калаша разбирать. Ну, в общем, все. После этого, так рейтинг у него в классе сильно поднялся. Он весь доволен. Он говорит, слушай, никто ничего не умеет. Я говорю, ну, так ты в богатырскую заставу не зря ездил. Это совершенно здорово. Спасибо большое. Пожалуйста. Порадовали очень. Нам тоже очень. Мы рады, что мы попали в богатырскую заставу. Мы, потому что мы уже все этим живем, мы смотрим, мы всем рассказываем. Вот. И под балалайку, когда побудки вот эти вот, это прям вообще шедевр. Это уже нам, для родителей. Мы слушаем, как прекрасен этот мир под балалайку. Это прям всем заходит. Ясно. У нас там много чего под балалайку. Разные песни бывают. Начиная от группы. От группы «Пикник». Вот как раз да прекрасен. Как прекрасен этот мир. Это нам всем нравится. Всей нашей семье. Замечательно. Спасибо. Ну что, будем рады. Новые встречи. Всего доброго.